Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и с сегодняшнего дня семейство Титанов пополнилось новой машиной. Появилась ПТ-ха в семействе Титанов Титан Чериоттер. Понятное дело, что машина взята за основу Чериоттер, но и соответственно из проходной машины сделали Титана. Добавили ему механику в виде дополнительных экранов защиты, которые, к слову, появляются из ниоткуда. Почему говорю из ниоткуда? Потому что если вы посмотрите на Титана 54D, то в нем эти экраны вот они, сзади, допустим, на башне. И когда вы нажимаете на соответствующую клавишу, они переезжают вперед. Если мы говорим о Титане Чериоттер, то здесь тоже принудительное включение данных экранов. То есть вы их можете включать в бою тогда, когда вам это необходимо. Вы просто в снаряжении себе ставите вот эту вот приблуду, привод бронелистов. Ну и соответственно, нажимая на соответствующую клавишу, либо кликая по экрану, срабатывает данная дополнительная защита. Это существенное отличие от того же самого Титана HND, у которого данные экраны прилетают вперед автоматически. То же самое происходит в передней части корпуса, когда у вас менее 50% запаса прочности. Поэтому будьте готовы к тому, что на Титане Чериоттер, точно так же, как на 54D, это автоматически срабатывать не будет. Необходимо включать тогда, когда вам это необходимо. Но только, ребят, как я уже сказал, конкретно в этой машине они появляются просто из ниоткуда. Их нет на рубке, но они появляются тогда, когда вы клавишу соответствующую нажали. Что это дает в виде брони? И давайте сравним данную машину с проходной версией. Вот бронирование Титана Чериоттер, довольно-таки интересно забронирована рубка. Здесь хоть какая-то броня есть, здесь есть приведенка в 210 мм по щекам. Здесь забронировали хоть как-то лобовую часть рубки. Ну и вот они, эти дополнительные экраны, когда они в активированном состоянии. Если экранов нет, то машина выглядит в рубке вот таким вот образом. Часть экранов сохраняются постоянно, часть появляется при активации. Что касается проходного Чериоттера, то вот он, товарищ Чериоттер проходной. Картон картоном, но, честно говоря, больше похоже на какой-то легкий танк. Полностью все зеленое. Давайте еще раз. Здесь оранжевое с красным. Здесь, ребят, полностью либо зеленое, либо желтое. Поэтому я бы сказал сразу в отношении того, что Титан, ну, существенно лучше забронирован, нежели проходная версия данной машины. А что же у нас по ТТХ? По ТТХ я бы сказал, что эти машины, в принципе, одинаковые. Здесь порезали немножко Титану уровень пробития. 240 против 245 у проходной версии. Здесь улучшили Альфу, но практически незаметно. Я бы сказал, особо не почувствую эти разницы. 360 против 350. Ему улучшили время перезарядки. Ну и, соответственно, возросло количество выстрелов в минуту. Что привело к, вроде бы, повышению ДПМа. Но куда там? Здесь ДПМ немножечко даже ниже, чем у проходной версии. Но, опять-таки, несущественно большая разница. Вы можете поставить себе калиброванные снаряды. Но в таком случае у вас, да, повышается уровень пробития, но падает существенно ДПМ. Именно поэтому я решил играть все-таки с досылателем. И, честно говоря, по ощущениям, именно в отношении стрельбы и в отношении многих других вещей, разницы с черетером вы не почувствуете. А вот что касается разницы по бронированию, да, существенная разница есть. И вы действительно сможете ее прочувствовать. И живучесть машины существенно улучшается. Вот такая вот сравнительная табличина в отношении нашего Титана Чириоттера и нашего проходного Чириоттера. Да, как-то глупо звучит. Чириоттер и Чириоттер. Короче говоря, я думаю, вы поняли, о чем я говорю. Что касается сравнения с другими машинами на уровне. У него существенно ниже ДПМ, нежели у преобладающего большинства. Буквально тройка машин имеет хуже ДПМ, нежели наш герой. Ну а все остальные машины имеют уровень по ДПМ существенно выше. Насколько это сказывается в бою? Ну, я бы сказал, что не сильно сказывается, если сравнивать конкретно с проходной версией. Ну что, берем машину и поехали попробуем покатать. Ну что, друзья, давайте будем начинать. Я сейчас не пожалею серебра и покажу вам несколько вещей. Первое. Вот угол склонения. Крайне бодрый. С учетом того, что лоб рубки начали бронировать, а точнее не так, его забронировали в этой конкретной версии Чириоттера, то я бы сказал, что очень удобно играть от каких-то неровностей за какими-то холмами. Действительно крайне удобно и крайне приятно. Теперь, что касается того, что я не пожалею серебра и я сейчас включу эти экраны для того, чтобы вы увидели, как они срабатывают. Ну а дальше уже поедем в бой. Итак, стоим и вот они, экранчики наши. Ну вот как-то так. Что могу сказать от себя? С учетом того, что экраны закрывают только нижнюю часть рубки, верхняя остается все равно видна и вполне себе таки немалых размеров. Соответственно, будут пробивать. Что касается передних экранов, которые появляются на верхнем бронелисте. Ну я бы сказал, неплохо, потому что они закрывают вот эти вот два уступа, которые в край картонные, как на проходной версии, так в принципе и на Титане. Они особой броней не отличаются. Да, лучше, чем у проходника, но в то же время далеко не панацея. Ну и, соответственно, пробивать будут, я бы сказал, с легкостью. Поэтому, когда вы включаете эти дополнительные экраны, это существенно ему позволяет танковать. Да, пожалел я сейчас, что включил заблаговременно. Можно было бы экранчики сейчас перед Василисом включить. Ну ладно, как есть, так есть. Время перезарядки, я бы сказал, неплохое. С учетом того, что у вас достаточный уровень альфы за один выстрел, то в целом понимаешь, за что ты 9 секунд перезаряжаешься. Что касается игровых возможностей. Если вы играли на проходном чериотере, то, в принципе, ничего нового вы здесь не почувствуете. И это меня в машине очень сильно расстроило. Я просто о чем говорю? Говорю о том, что Титаны в большинстве своем, они дают вам какие-то новые ощущения. А этот не дает новых ощущений практически никаких. Единственное, что вы действительно можете, это вы можете в нужный момент подключить себе дополнительное бронирование и надеяться на то, что соперник, вместо того, чтобы попытаться выцелить другие серые зоны, нежели те, которые он изначально в вас выцеливал, он, ну, как бы допустит ошибку игровую и, соответственно, закинет туда, где у вас появилось дополнительное бронирование. Все, ребят, по большому счету, больше в чериотере Титане, я бы сказал, в край чего-то интересного и выдающегося нет. Хотя, в то же время, поиграв немножко на проходном чериотере, пересев на этого, ну и когда, в принципе, начал уже плюс-минус предугадывать, когда все-таки выгоднее включать эти экраны, то почувствовал, что действительно на этой версии машины играть, ну, куда комфортней. Очень красиво сейчас получилось, отхватил тычку от Калибана и при этом не смог в него попасть, для того, чтобы можно было нанести ему урон. Так, Калибан у нас, товарищ, крайне долго перезаряжающийся, поэтому попытаемся немножко понаглеть. Навряд ли хватит сейчас меня еще на одну тычку. Да, допустил ошибку, не спорю, пожадничал, но, в принципе, машину как-никак заценили. Сейчас досмотрим этот бой, посмотрим на результаты и возьмем Титана чериотера еще в одну катку, где попытаюсь сыграть немножко поосторожней, ну и плюс к тому, не буду в начале время тратить на то, чтобы показать вам, как срабатывает механика или что-то подобное обсуждать. Досматриваем бой, здесь, мне кажется, будет однозначно победа. Итак, ребят, как и ожидалось, победа 1730 единиц нанесенного урона в отлишении фарма. Здесь не сильно густо, это коллекционка, ребят, поэтому рассчитывать на то, что вы тут будете прям серебро лопатой грести нет. Нет, здесь не получится, несмотря на то, что это танк 8 уровня, точнее ПТХа, вы все-таки играете не на премиумной машине с круто повышенным коэффициентом фарма. Что касается нашей результативности, то, как вы видите, мы занимаем первое место. Это с учетом того, что мы слились, да еще и с учетом того, что по колебану я косанул. Короче говоря, при таком бое, мне кажется, что результат получился довольно-таки неплохим, и что самое классное, он еще и удивляет. А когда бой тебя по результатам удивляет, это добавляет каких-то позитивных эмоций, по крайней мере для меня. Так, не будем смотреть рекламку Камуа, берем машину, да хватит в конце концов. Берем машину и поехали, попытаемся сделать чего-нибудь более годного. Ну что, ребят, поехали. Сейчас посмотрим, правда, кто куда пойдет. Рушка полетела, свэй. Ну, наверное, поедем куда-нибудь сюда и попытаемся продавить через точку С. Что касается моего впечатления от данной ПТХи, то я бы хотел добавить несколько ложек дегтя в эту типа бочку меда. Но первая ложка дегтя заключается в том, что до безумия расстраивает появление данных экранов не полностью на щеках рубки, и вообще нет никакой дополнительной защиты во лбу рубки. Там, где она, в принципе, не помешала бы на вот эти вот несколько секунд после активации. Да, появляется на верхнем бронелисте дополнительная защита, но кто будет выцеливать ваш верхний бронелист тогда, когда у вас есть довольно неплохих размеров рубка, которую можно вполне спокойно выцеливать. Поторопился. Поторопился, надо было немножечко подождать. Сейчас получил непробитие, на удивление, на целых 400 единиц. И играл бы я сейчас на проходном черриотере, однозначно было бы пробитие, потому что там не пробить практически невозможно. В принципе, если скомканным куском туалетной бумаги бросить в проходного черриотера, все равно пробитие получите. Здесь же все-таки где-то как-то танкует, и это, я бы сказал, очень сильно удивляет, потому что ощущение такое, как будто бы играешь на проходной все-таки версии. Так. Попытаемся немножко перетянуться. Вот даже не знаю, в каком игровом моменте сейчас здесь, на этой карте, стоило бы подключать эти дополнительные экраны. Вроде бы и стоило бы, а с другой стороны, и не понимаешь когда. Когда поворачиваешься боком к сопернику, так тебя все равно пробьют. Ну, давай, челленджер, вылазь. Не будет. Не будет он рисковать. Так, доп. защита. Не смог выцелить. Жаль, можно было сейчас накинуть ему немножко урона. Вроде бы реабилитировался, но, в принципе, это все равно не дало каких-то таких крутых результатов. Да что ж такое-то? Чериотер, я расхваливать тебя должен. А ты? Зачем ты меня так подставляешь? Пробью. Так, сейчас попытаемся добрать челленджера. Ну, здесь, ребят, победа исключительно по очкам. И эту победу, в принципе, не могу сказать, что я там как-то существенно прям приблизил. Да, сдерживал как-то, но не могу сказать, что есть какая-то моя прямая заслуга в этой победе. Здесь классно сыграли союзники, которые вовремя захватили точки. Ну и, соответственно, соперники нам помогли тем, что эти точки не перезахватывали. Тысяча единиц нанесенного урона. Что касается результатов по серебру, то, опять-таки, с учетом прем-аккаунта, 23600. Ну, а что касается нашей результативности в команде, то в данном случае исключительно благодаря, не знаю, там, работе, наверное, больше соперников, нежели союзников. И я средняком. Наши ребята в команде показали себя куда круче. Что могу сказать от себя в отношении Титана? Но, не знаю, ребят, может быть, как-то в коллекцию, да, окей. Может быть, если вы прям супер фанат проходной версии и вам надо что-то чуть лучше забронированное, то тоже, в принципе, неплохо. Точностью орудие не отличается и довольно часто прилетает снаряд совсем не туда, куда ты его отправляешь. Даже при полном сведении. Ну, вот такой вот нюанс. Как есть, так есть. В принципе, по ТТХ сбалансировано неплохо. Ну, не знаю, откровенно, если говорить конкретно за меня, то тот же самый Титан 54D показывает себя как-то более интересно, что ли. Но это мое субъективное мнение. А вы свое пишите обязательно в комментариях. Я ничего не вырезаю из своих видео и показываю машины такими, какие они есть на самом деле. Что касается Титана Чириоттера и как его получить. Разработчики, понятное дело, как обычно, машину выложили в первую очередь в контейнерах, которые вы можете себе приобрести и из них попытаться Чириоттера себе выбить. Здесь шансы, в принципе, стандартные. 5%. Точно так же вы получаете сертификат на Титана. И если вы соберете, ну, соответственно, будет вам счастье. Если брать талисманы, то талисман вам падает из каждого контейнера и необходимо целых 30 контейнеров открыть, для того, чтобы гарантированно Титана себе забрать. Также стоит отметить, что здесь есть голда с довольно-таки неплохой вероятностью, только по каким-то не слишком значительным суммам. Что же касается 10 тысяч золота, то вероятность чуть менее 1%. Ну и, как обычно, море всего. Сертификаты, бустеры и так далее. Открывать данные контейнеры или нет, решать исключительно вам. Мое дело показать вам машину, такой, какая она есть на самом деле, ничего не скрывая. В принципе, тому, что разработчики добавляют в какое-то семейство новые машины, в частности, в семейство Титанов, я лично, как коллекционер некоторых редких машин, действительно рад. Потому что эта тачка уникальная по-своему. Ну, а значит, ей однозначно есть место в нашей игре. Я побежал снимать видео специально для вас, а вы, друзья мои, подписывайтесь и возвращайтесь к моим видосам. Нажимайте для этого колокольчик. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.